Все это закладывает долгосрочный фундамент, который в будущем поможет сбыться смелым прогнозом о биткоине за 400 тысяч долларов. 4 тысячи пунктов по S&P 500 на следующей неделе, и можете считать это прогнозом. Он с радостью поставит курс 80 и даже 85, чтобы избавиться от необходимости брать деньги в долг для покрытия дефицитного бюджета. Рад приветствовать на канале Коинпост. Цена биткоина не собирается далеко отступать от 55 тысяч долларов. Индекс S&P 500 рвется к новому рекорду в 4 тысячи пунктов. А пробка в Суэцком канале продолжает оставаться ключевым экономическим фактором для всего мира. Сегодня предлагаю подвести итоги прошедшей недели в мире криптовалют, а также на традиционных финансовых рынках. Поэтому обязательно обсудим перспективы возвращения восходящего тренда на золото и падения рубля до 80 за доллар. И заодно сделаем прогноз на ближайшее время. Это возвращение нашей итоговой рубрики. Она существует благодаря вашей поддержке в виде лайков. И для хорошего старта предлагаю собрать ровно одну тысячу больших пальцев вверх. Мы начинаем. 35 тысяч долларов. Вот на каком уровне на сегодня находится 21-недельная скользящая средняя, которая лично в моем понимании является хорошим индикатором той точки рынка, выше которой у нас продолжается восходящий тренд. Я специально сделал данное уточнение, потому что каждый сам находит те признаки-индикаторы, которые помогают ему понимать текущую ситуацию по рынку. Я сейчас специально проигнорирую максимумы цены, которые несколько раз обновляли за последнее время. И скажу, что биткоин находится в стадии коррекции с середины февраля. Ранее были веские основания полагать, что откат после стремительного роста будет буквально кровавым с походом обратно. Чуть ли не на 20 тысяч долларов. Но рынок распорядился по-своему. И текущая картина все больше начинает походить на консолидацию перед дальнейшим продолжением роста. Я пока не берусь предсказывать, насколько все это затянется. Ситуация может измениться рывком на 70 тысяч через неделю. А может быть цены между отметками в 50 и 60 тысяч долларов останутся с нами до конца лета. Потому что многое зависит от внешних факторов. Как я говорил, биткоин перестает быть игрой небольшого закрытого клуба по интересам. Он становится частью мировых финансовых рынков. И как следствие, зависит от них. Это пока не касается того сумасшествия, которое мы наблюдаем в альткоинах. Вот они как раз небольшой закрытый клуб, где сейчас можно и нужно делать деньги. Риски на самом деле очень велики, имейте это в виду. Но те иксы, что дают различные монеты, того стоят. И если есть возможность, игнорировать альткоины сейчас нельзя. Потому что невозможно предсказать, как долго продлится текущая ситуация и будет ли еще когда-то нечто подобное. Когда монеты по несколько месяцев от роду врываются в топ-10 по капитализации. А уже через несколько дней на их место приходят еще более новые проекты. Но вернемся к биткоину. На неделе мы обсуждали важные новости о том, что Илон Маск сдержал слово. И Тесла делает долгосрочную ставку на первую криптовалюту. А мировые финансовые банки и холдинги строятся в очередь, чтобы получить от американского регулятора доступ к рынку биткоина. Все это закладывает долгосрочный фундамент, который в будущем поможет сбыться смелым прогнозом о биткоине за 400 тысяч долларов. Крайнее подобное предсказание сделал аналитик Bloomberg Майк Маглоун. Он отмечает совпадение цикла биткоина с ростом в 2013 и 2017 годах. И если история повторится еще раз, цена может достигнуть 400 тысяч долларов. Я полностью готов поддержать эту точку зрения. Но надо понимать, что мы только в начале данного цикла. И перед тем, как возобновится активная фаза роста, у нас могут быть тяжелые дни, недели, а может и месяцы. Говоря о криптовалютах, нельзя не вспомнить про NFT-токены. И вы можете тоже успеть на этот праздник жизни. Приняв участие в конкурсе на 100 тысяч долларов, криптовалютная биржа FIMEX, организованная выходцами из Morgan Stanley, предлагает возможность стать владельцем крутого NFT и заработать на этом. Биржа выделяется на рынке надежностью торговой платформы. Площадка не закрывает торги с плечом во время ажиотажа на рынке, как это делают известные биржи из топов по объемам торгов. Никаких сбоев, все заявки обрабатываются корректно, а средства клиентов надежно защищены на холодных кошельках. Теперь о конкурсе. Каждый участник внесет свой вклад в создание фирменного NFT-токена, который будет выставлен на открытый аукцион OpenSea.io. Сумма, за которую купят токен, пойдет на выплаты для участников. Биржа FIMEX уже сделала начальную ставку в 100 тысяч долларов. Но, как вы знаете, во время аукциона она может вырасти в разы. Зарегистрироваться на биржу FIMEX и принять участие в конкурсе можно по ссылкам сразу под роликом. И как небольшой промежуточный итог, на следующей неделе не жду от биткоина великих свершений, ожидая сохранения цены в диапазоне от 52 до 56 тысяч долларов. Какой прогноз у вас, поделитесь в комментариях. А я перехожу ко второй части видео о традиционных финансах. 4 тысячи пунктов по S&P 500 на следующей неделе, и можете считать это прогнозом. Знаю, что смело. Знаю, что есть много причин развернуться рынку прямо здесь и сейчас. Но также вижу объективные поводы для обновления максимума выше этой психологически важной отметки. Конец недели для фондового рынка оказался крайне удачным. И это после того, как наконец-то ФРС начали готовить инвесторов к сворачиванию работы печатного станка. Подобные смены риторики ждали еще с февраля. И боялись ее как огня. Достаточно было только заикнуться про сворачивание мер стимулирования экономики, как в акциях началась распродажа. Но давайте посмотрим на итоги недели. Тесла снова больно досталась. А в остальном рынок зеленый. И нет никакой паники по тому поводу, что доходность по американским десятилетним облигациям выше 1,6%. Это прозвучит несколько странно, но как будто инвесторы боялись прекращения потока ликвидности и перекладывания капитала в облигации. А потом в один момент передумали и решили просто не обращать на эти процессы внимания. Хотя эти самые процессы как раз начинают запускаться. И уже даже ФРС прямым текстом сказали, что темпы восстановления экономики указывают на возможность сворачивания печатания долларов. Чем это объяснить? Верой в то, что вакцинация, пусть еще и в течение минимум полугода, но все же положила конец коронакризису, и от этой точки у нас начнется невероятный рост экономики, возможно именно это и есть основная ставка рынков на сегодня, подкрепленная твердой уверенностью, что любые возникшие проблемы тут же будут завалены новыми триллионами долларов. И по факту, меры поддержки никуда не уйдут. Просто они будут иметь различную интенсивность, в зависимости от складывающейся в будущем ситуации. Миллиардер Рэй Далио считает, что подобный подход к мировой экономике ведет назад к краху, сопоставимому с Великой депрессией в США в 1930-х годах. Если смотреть на всевозможные мультипликаторы, что должны указывать на наличие пузыря, то Далио полностью прав, и мировая экономика уже сорвалась в пропасть. Но пока практика печатного станка работает, ФРС уже думает, как ее модернизировать, чтобы предотвратить нежелательный финал. И также не забываем, что любые индикаторы могут со временем просто стать неактуальными. Что же касается следующей недели, то, как говорил в начале этого блока, S&P 500 имеет достаточно основания. Для продолжения роста и настроения на рынке говорят о том, что инвесторы в большинстве своем ставят исключительно на светлое будущее. Все самое важное мы публикуем в нашем канале в Телеграм. Кто на него уже подписался по ссылке в описании, получает самую своевременную и важную информацию. И переходим к заключительной части, где обсудим цены на золото и курс доллара. Цены на нефть показательно осудили, вернув их в моменте на 60 долларов за баррель марки Brent. Так что пробка в Суэцком канале пришлась очень кстати, нарушив цепочки поставок и заставив покупателей нефти пересмотреть свое отношение к рынку. Кстати, кто разобрался, как это случилось? Если знаете, напишите в комментариях. А то, судя по фото, в какой-то момент капитан контейнеровоза просто вспомнил, что дома остался включенный утюг и решил резко развернуться. В общем, кто что знает, пишите. А пока давайте подумаем, может ли нефть упасть ниже 60 долларов. Или сейчас наоборот будет восстановление цены до 70. Я отдаю предпочтение второму варианту. И ожидаю, что черное золото будет торговаться в коридоре от 60 до 70 долларов за баррель от месяца и больше. Пока не прояснится ситуация с эффективностью вакцинирования и новыми локдаунами. Потому что пока продолжение карантина побеждает, что ограничивает рынок, но с другой стороны, экономика не падает из-за новых ограничений, что в свою очередь формирует поддержку нижнего диапазона цен. По золоту ситуация другая. Там нижний уровень цен скорее держит веру его владельцев в то, что рано или поздно люди одумаются и начнут покупать драгоценный металл для защиты от инфляции. Цену не пустили ниже 1700 долларов, и это очень хорошо для рынка. В ближайшее время, если на фондовом рынке усилится спрос на риск, можно ожидать защитное действие в виде параллельного увеличивания спроса на золото и попытку вернуть цену поближе к отметке в 1800 долларов. Но это все равно будет нисходящий тренд. И аргументов в пользу его смены на рост рынок пока не дает. И в заключении курс рубля, который должен скоро упасть сначала до 80 за доллар, а потом и до 85, если верить самым пессимистичным прогнозам. Но сначала немного оптимизма. Коинпост поставил следующую цель в 200 тысяч подписчиков. Присоединяйтесь к нашему сообществу, будем вместе получать выгоду от происходящего в мире криптовалют и акций. Давить на российскую валюту будет в первую очередь индекс доллара, потому что несмотря на его реальную девальвацию из-за печатного станка, вера в экономику США сильна как никогда, и мы наблюдаем начало тренда на рост доллара. Ситуацию с нефтью уже обсудили. Она фактически нейтральная, но есть потенциал к укреплению, и значит рубль получит поддержку. Но все дело в том, что причин падать с 73 до 76 на самом деле не было. Это произошло на фоне новых угроз санкций, которые в этот раз, ну вот обязательно, будут весомыми и нанесут удар по экономике. И мы даже увидели реальные продажи российского долга. По факту, данная угроза может снова оказаться пустым местом. Вряд ли только на страхе курс рубля можно опустить еще ниже в ближайшее время. Но не забывайте про внутренний фактор. Против рубля выступает еще один большой игрок в лице Минфина. Он с радостью поставит курс 80 и даже 85, чтобы избавиться от необходимости брать деньги в долг, для покрытия дефицитного бюджета. Поэтому с точки зрения экономики, у рубля нет причин для паники и продолжения падения. А вот что сделают с его курсом, тут уже не угадаешь. Поделитесь этим видео с друзьями и знакомыми. Сейчас каждый должен разбираться в криптовалютах и финансах, если хочет иметь возможность обеспечить себе достойный образ жизни. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коэнпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok